Портал Унсурген, добрый день, с нами группа Аура. Здравствуйте, только что у вас было выступление, как вам эмоции, как впечатления? Потрясающие эмоции, потрясающие впечатления, очень много народу. Очень хороший зал. Да, зал хороший. Ну да, спасибо большое людям, которые нас поддержали. Была потрясающая энергия, в общем, мы все очень довольны и счастливы. Будем отыграть еще раз для вас. А где планируете в следующий раз выступать? Следующее выступление, я так понял, следующее, да, когда у нас? Через неделю на трибьюте эпидемии. Расскажите о своем творчестве. Переадресовали вопрос, да? У нас симфа, пауэр, спид, металл, говоря проще, быстрый металл с оркестром и женским вокалом. Планируете ли снимать клипы? Кстати, да, в ближайшем будущем планируем клип заснять. Мы сейчас, да, мы сейчас закончим альбом и снимем клип. На какую песню? На одну из заглавных песен с альбома, это, скорее всего, будет «Хозяйка рун». А сюжет уже придумали, всю концепцию клипа именно? Да, придумали сюжет. Но придумали, если, конечно, еще ребята со стороны друзья постараются придумать какой-то свой сюжет, мы тоже его рассмотрим, это будет очень интересно. У вас состав первоначальный никогда не менялся, или? У нас состав менялся целиком. Целиком? Кроме одного человека. А как так получилось? Ну, так получилось, что изначально, изначальная задумка просто пошла разрастаться во все стороны, и пришлось взять еще одного гитариста, еще один вокал. Ну и постепенно они менялись, приходили более профессиональные люди. А изначально сколько человек было в группе? А сколько человек было в группе изначально? Первичный состав был 5 человек. Сейчас нас семеро. А, ну то есть добавилось 2 новых человека, 2 новых участника. Все поменялись? Все поменялись, да. Ну, просто первый вокал, например, у нас уехал в Германию жить, вот. Она поет сейчас там в опере, вот. Поэтому постепенно люди менялись, ну, по разным причинам. Это всегда в музыкантской среде такое популярное явление. С какими трудностями сталкиваетесь, вот, в творческой деятельности? Первая трудность, что очень сложно найти человека, который будет сводить альбом, пытаться быть с нами постоянно, вот, как вот на сведении, вот, например, да. Вот, ну, Валера, объясни. Ну, на самом деле, одна из самых главных трудностей найти единомышленников. Ну, да. Поэтому, собственно, поэтому и менялись люди в группе. А вот образ, вот, волосы такие красные, это ваша личная идея, да? Идея моя личная, но раньше я была блондинкой, я блондинка ходила больше 15 лет. Вот, и в какой-то прекрасный момент мне захотелось поменять полностью свой образ. Изначально хотела быть синий, но думаю, нет, ну, синий это чересчур. Красный как-то более так... Не надо быть синий, это плохо свет. Цвета волос. Что за краска, если не секрет? Не краска, это, на самом деле, обычный тоник из 100 рублей, который вообще не мучает волосы. Конечно. Тоник, да. Конечно. Это они так хорошо держатся? Ну, очень классно. Держится, конечно, она не очень хорошо, но ей можно часто пользоваться. Вы хотите выступать на каких-то фестивалях? Ну, мы уже очень много выступали на крупных фестивалях, таких как Rock Inviter, какие там еще были по названию? Ну, вот ML Ярославец. Там тоже выступали. Simforrock Music Awards. Много очень было. Мы были хедлайнерами в прошлом году вот на фестивале на Алтае. Единственные из Москвы, которые добрались за 3,5 тысячи километров до туда. Ну, собственно, нас позвали. Как вам на Алтае понравилось? Это, наверное, второй край после дома, где хотелось бы жить. Какие самые запоминающиеся моменты выступлений? У меня такие каждый концерт. Я помню каждый, абсолютно каждый концерт, на котором выступаю. Скажи. Ну, наверное, тоже каждый концерт, потому что, не знаю, всегда одинаково веселые, здоровские люди, поэтому, как бы, они все для нас очень важны, и мы всех всегда ждем и любим, и всех запоминаем. Спасибо большое вам за интервью. Желаю удачи вам. Спасибо. До свидания.